Сегодня в России стартовала призывная кампания. В Югре участие в ней примут 8 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Им предстоит пройти специальную медицинскую комиссию. Нижневартовск в числе городов, где больше всего потенциальных военнослужащих. В повестке военкомат там уже получили полторы тысячи человек. Жанна Кузьмина подробнее. В первый день весеннего призыва в военном комиссариате многолюдно. Повсюду очереди в медицинский кабинет, в коридорах. Все спешат пройти обязательно врачебный осмотр, потому что большинство призывников завтра снова в школу. Из полутора тысяч повесток, которые разослали в городе и Нижневартовском районе, на военную службу отправится всего 170 человек. Те, кто учатся или планируют поступать, по закону получат отсрочку. Сейчас главное образование, а потом уже военная служба. Знакомые есть, которые уже отслужили, которые служат. И говорят, опыт кое-какой есть, и добраться в дисциплине тоже надо. Отец отслужил, говорит, каждый мужчина должен отслужить. И вот, почему нет. Югорчане традиционно служат во всех родах войск, в том числе и в элитных подразделениях. Например, в Кремлевском президентском полку. В марте с 10 претендентов четверо, в том числе один житель Нижневартовского района, отправились в Москву. Еще четверо вортовчан будут служить в научной и спортивной ротах. Это относительно новые воинские подразделения, куда попадают в результате жесткого отбора. А вот желающих пойти на альтернативную гражданскую службу, наоборот, не так уж и много. В этом году такие заявления написали всего два призывника. Призывную кампанию у нас, я как уже сказал, два человека у нас заявили. В прошлую осеннюю призывную кампанию у нас было два человека. Одному человеку было отказано. Одному решили. Но не смог убедить комиссию о том, что он по убеждениям не готов к прохождению военной службы по призыву. Призывная кампания продлится до конца июля, но уже 15 мая, через полтора месяца, из Нижневартовска в Пытьях на окружной сборный пункт отправится первый автосостав с призывниками. Жанна Кузьмина, Александр Титаренко, Вести Югорея, Нижневартовск.